Всем привет! Сейчас посмотрим на вашего любимого человека, что с ним сейчас происходит. Вместе вы или раздельно, не в этом суть. Что у него сейчас в мыслях, в чувствах, с кем он сейчас, куда он пропал, если он пропал. Ну, Ленорман лучше всего для этого подходит, поэтому давайте спрашивайте у моих карт. Актуально всегда, когда вы нашли. Это гадание онлайн. Что сейчас происходит с ним или с ней, если вы мужчина, не в этом опять же суть, потому что гадание – это когда метафора, то, что я говорю, постраивается под вашу ситуацию, вы думаете о своей ситуации или отдыхаете, и нужная информация к вам обязательно придет. Итак, что это за человек вообще? Потому что так, как вы его видите, так могут его не видеть другие люди. Все видно с разных углов по-разному. А вот общая картина, что он за человек? Ну, это карта-кольцо. Можно, конечно, надежный, да, или же богатый у кого-то. У кого-то просто готовый выполнить обещания. Не обязательно, что он выполняет, но готовый выполнить обещания. Но у многих он, к сожалению, не выполняет. Обе крестовые карты. Крестовые карты – это формальные, неформальные ситуации по вашему вопросу. И человек, конечно, тяжело. Тяжелый на подъем, тяжело выполняет обещания, хоть и много. Даже не то, что обещает, а много фантазирует. Говорит, да, я это сделаю, нет проблем. Но на самом деле все не так просто, как ему кажется. А карта Лилии – это карта верных счастливых отношений. Знаете, ведь у нас так получится, гора с двух сторон очень хорошая карта. То есть гора часто показывает, что проблемы есть, преграды есть или дома, или как-то более, знаете, у вас или у его родни. В общем, проблемы есть. Или со здоровьем у него проблемы. Он пиковый король здесь. Кстати, ну, пиковый король, никто не хочет этого слышать. Все упираются в одного человека, который не очень подходит. Но мы все такие, я знаю это. Но здесь пиковый король – это может быть новый знакомый для верных отношений, где-то есть уже в пространстве для вас. Ну вот, в общем, возвращаемся к тому человеку, о котором вы думаете. Что там у него? Карта звезды. Мечтатель. Мечтает. Мечтает о чем-то. Выполнит ли вселенная его обещания и мечтания. Это, в общем-то, карта тучи, да. И крестовый король опять. Смотрите, сколько крестовых карт. Шестерка червонная говорит, что он хочет класть дорогу к вашему порогу. Но крестовый король – это большие преграды. И тучи, и горы – это преграды. Горы, которые, конечно, нельзя так просто обойти. Это нужно иметь стратегию, как там получить документы или деньги, чтобы можно было там съехаться и так далее. А тучи – это обман. Это обман со стороны его родни или вашей родни. Это серьезные преграды. Это когда включаются другие люди, и своим обманом, своим манипуляцией мешают вашим отношениям. Девятка Бобина – карта денег. Это карта прихода денег. И он такой, может быть, жадный, потому что тоже карта гроб, да. То есть у него деньги приходят, и он их боится тратить. Или же, знаете, бывает вообще любая карта, любая в жизни имеет полярность. У одних проиграется, что он боится тратить, и потом они девальмируются, превращаются в пыль. А у других бывает, что он сразу все спускает, и у него ничего не остается. Но, во всяком случае, у него какой-то пунктик связан с деньгами. Пунктик есть, да. Карта всадник. Он очень хочет быть с вами, этот человек. Это безусловно. Он очень хочет быть с вами. Но тучи, горы, гроб, да. Гроб – это его родственники. Может, болеют, и он болеет, поэтому не получается. Ну, смотрите, это карта «Дом» и «Червоный король». Так что, смотрите, он, как говорится, не проигрышный вариант. Шансы есть. Шансы есть наладить отношения, шансы есть помириться, если вы поссорились. Шансы большие. Поскольку дом – это уже домашний очаг, это не просто здание, да. Это домашний очаг, и у вас может быть общий домашний очаг. Так, в общем-то, он будет к этому стремиться обязательно. Да, это есть. Итак, он такой вот в своих мечтах, да, вот что с ним сейчас происходит. Он как медведь. Он думает, фантазирует, что он может всё. Крестовая десятка – это у него самоуверенность, прямо скажем, ясно выраженная. Самоуверенность этого человека есть. Извините, самолеты летают. Аэродром недалеко. И океан, вот я на скале, прямо океан у меня внизу, тут 20 минут идти. Я просто рассказываю вам, спуститься с горы, даже не идти по прямой, а с горы. Так что я чайки видеть, слышите, и у меня мальфарский лес возле меня. Ну, в общем, все атрибуты нужны для вашего счастья, потому что самолёт увозит негатив и приводит к вам вот этого любимого человека. Ну, кто не понимает, у меня всегда окна открытые, чтобы ваши ангелы вам помогали. Да, он медведь. Медведь он, да, по отношению к вам медведь. А что медведь может? Ну, он может и защитить, но может и больно сделать, да, может и уколоть и обидеть. Может быть и унизить вас даже. Медведь может унизить, да. Потому что медведь, когда появляется в пространстве, всё другое унижается. Всё другое, тихонечко молчит, сидит, чтобы не задели его, да. Ну, такой он может быть, узурпатор домой пришёл, и все по углам своим. Ну, шестёрка червовая и шестёрка бубновая. Так что здесь клевер. У вас какая-то дорога счастливая будет. За деньгами, за любовью, невзирая на лица, как говорится, да. Ну, вот его карта. Ну, хорошо. Так что вот он, наконец-то, он сказал, ладно, может быть, я дополню информацию обо мне, он сказал, да. Да, червонный туз, вот такой, всё, хочет сказать ещё что-то. Ну, давайте спросим, что у него сейчас происходит. Аисты, ну, планирует с вами счастливую жизнь, хочет приехать, примчаться, действительно, от сердца, да. То есть сердце у него, конечно, разрывается, что вы не вместе, да. Это карта Genuinity или Genuine Feelings. Это карта настоящих чувств к вам. И хочет общий дом. Это дополнительная карта в этой колоде. И это карта Колесо Фортуны, она здесь из Таро. Он очень хочет быть богатым и вести красивую элитную жизнь. Вы знаете, он такой, он, вот, у него очень много честолюбивых амбиций у этого человека. Амбиции у него высокие. Ну, и карта собака, ну, конечно, хорошо. Ну, в общем-то, если он выйдет на связь, что-то начнет вам опять байки рассказывать, и вы привыкли что-то байки, этот раз ему можно поверить. Потому что карта собака говорит о том, что он в этот раз, скорее всего, действительно думает так, как скажет. Другая женщина какая-то есть в его жизни. Другая женщина. И эта другая женщина, конечно, может на него колдовать. Сейчас посмотрим, что она хочет от него. Ой. А у нее есть другой мужчина. Так, что там может быть другая женщина, его бывшая, или его мать, или его дочь даже, да. У нее другой мужчина есть. Или если это разлучница, так она с одним живет, а другого еще хочет себе загробасывать. Ну, больная, понимаете. Посмотрите, увела разлучница. Ну, что он козел? Он козел, да. Если он козел, зачем он вам нужен? Это пиковая дама. Это какая-то колдунья, может быть, вполне. И какой-то на внешность карта букет. Какой-то она сделала ритуал нехороший, да. Ну, карта солнца. Нет. Ничего не сработало. Вот этот ритуал то ли она сама сделала, то ли она у колдунья заказала. Пиковая дама, я часто колдунья. Ну, карта солнца – это ваша защита. Архангел Михаил, вы что? Ни в коем случае на вас это не отразится. Как я уже не раз говорю, колдуны сейчас деньги берут, а ритуалы не делают, потому что им самим их жизнь дороже. Так что... Вот так, денежки ушли. Денег у нее сейчас нет. Она потратилась много, заказала очень дорогого колдуна, потому что это букет и колдунья, пиковая дама, да. Но, увы, по такой защите колдунья сразу-то понял и решил ее просто обмануть. Да, видите? Это точно, что заказ был. Заказ был. И что теперь мы с этим заказом будем делать, да, как говорится. Вот, ну да. Посоветовали какого-то специалиста в кавычках, да. Родственники посоветовали. Но вы под защитой оказались, и колдунья сразу это поняла. Они что же, знаете, соображают, где можно, а где нельзя. Это у нас крысы, да. Это какие-то родственники. Очень ущербные. Идут нехорошие разговоры в нехороших домах о вас. Идут. Идут постоянно эти разговоры. И я вижу, что ничего не меняется в ее жизни, в жизни этой разлучницы. Там полный раздрайв. Так, что же у него происходит, с ней он или нет? Ну, это карта книга. Скорее всего, ну, где-то или учится, или на работе, да, что-то записывает, или еще что-то. Но нету. Он не с ней. Он не с ней. Он занят своими делами. Да, видите, еще и башня. Занят своими делами. А чувства к вам есть? Ну, уже было видно, что есть, на всякий случай. Бубновый король, карта рыбы. Чувства огромные. Полная, полнота чувств, полнота любви, да. И ключ. Ключевое – это его любовь к вам. Это, знаете, и мысли, и чувства, как сказать, да. Ну, а действия такие. Я же здесь вижу у нас перелетная птица аисты, и, в общем-то, и всадник у нас здесь есть. Так что приедет, примчится, никуда не денется, дорогой. Страсть у него огромная к вам. Но он сейчас под негативными влияниями, он сейчас или попал в очень-очень плохую ситуацию, этот человек. Я не говорю, что у вас должно быть к нему такое сострадание, так как он с вами поступил, так знаете, как говорится, по делам ему, да. Может, это и бумеранг. Но, во всяком случае, он придет, расскажет, что у него сейчас все плохо, или он чувствует плохо, или он в плохую ситуацию, очень плохую попал. Вот. Вы можете выразить ему свои чувства, но материально я здесь не вижу, что вы должны ему помогать. Этого нет. Ключевое – оставьте свои денежки при себе. Это ключевое в раскладе, мои дорогие. Так что здесь вот так. Ну, смотрите. Расклад многое показалось. Пишите в комментариях, как у вас проигрывается все, да. Но я знаю точно, что если человек пишет, не проигрывается, он не понимает, что иногда нужно разные гештальты закрыть, разные расклады посмотреть. Ну, это для удовольствия, чтобы где-то мозг увидел варианты. Варианты возможные, да. Пусть у вас все будет хорошо, а мы скоро с вами все непременно увидимся. Всем привет. Здесь карты ангелов, это Таро. И сегодня посмотрим вашего любимого человека на этих замечательных, очень говорящих картах, что он или она думает о вас, чувствует к вам. То есть, другими словами, как вы видитесь этому человеку, да, вы ее или его глазами. Сейчас подумайте о ситуации или же просто отдыхаете. Не в этом суть. Нужное все равно узнаете. Гадание онлайн всегда актуально тогда, когда вы нашли. Итак, вы его глазами. Ну, считает вас, как ребенок, незрелая. Считает, что вам нужно поумнеть. Да, сова, вот здесь сова, это ваш ум, что вы летаете в облаках. Облака какие-то черные тучи. Да, смотрите. И еще вот эта карта, она вот пазл, да, вот как бы шахматы, пазл, в общем, стратегия какая-то. Видимо, манипулирует вами этот человек. Вот все, что он считает о вас, это ему, может, нашептала мама или другая женщина. И он таким образом, или вот его родня вас манипулирует вами. Ну, как он молодец, да, вот здесь он такой молодец, просто на дороге, там свой замок, там эти голуби летают. Он считает, что он миротворец. Знаете, бесы и сатана в последнее время говорят языком миротворца. Значит, это не значит, что он миротворец. Но он же к вам относится как к ребенку, значит, и не верит в вашу зрелость. Понимаете, значит, думает, что вам можно управлять, да, вот какая-то. Это он управляет вами, что такое. А вот вы, вот, вы в библиотеке. На самом деле он завидует, наверное, что вы умные, а умею его намного. Потому что это какая-то библиотека, смотрите, здесь красота такая, да. Сейчас духи вошли, дверь стукнула. У меня форточка открыта всегда, поэтому... Можете улицу слышать, если что. Итак, ну, смотрите, библиотека, много книг, много книг. Ну, завидует, видимо, на ваш ум. Всегда, когда он будет считать вас умнее, он будет вас колоть этим, будет вас колоть. Вы его глазами, что вы умные, но вы не должны знать, что вы умные. Вы знаете, есть такое выражение? Такая-то сирена тоже. Так что он, очевидно, сирена забирает негатив, да. Вы знаете, высшие силы сейчас вас утешают. Говорят, не нужно вам слушать это, что он о вас говорит друзьями или ещё кому-то, или самому себе. Слушайте, что я вам говорю. Вы умные. И он не то, чтобы даже завидует на ваш ум. Это есть тоже. Но он считает, что вы такая умная, что нужно вами манипулировать, чтобы вы не знали, что вы умные. А сейчас ангел через этот расклад вас утешает. У вас будет встреча какая-то. Здесь мы вот с вами встречаемся, может, в такое кафе у меня, да, в моей студии. Или с подругой поговорите об этом. Ну, знаете, это всё неплохо. Поговорить вообще за жизнью. Сколько о нём. Сколько о том, вот, как жизнь нам диктует какие-то свои правила, даёт какие-то варианты судьбы. В общем, будет встреча. С кем-то будет встреча. Ну, а здесь я вижу, что вы на дороге. Вы на дороге. И это тоже вызывает у него зависть. Потому что он видит, что вы способны меняться. Ветер перемен. Это всё-таки прелесть, романтика, да, корабль здесь. Вот с вашей Маданной. Вы на дороге. Вы на пути. Вы очень быстро преображаетесь. Потому что дорога всегда преображает человека. А он ещё этому завидует ещё больше. Я здесь вижу зависть. И он хочет вас запугать. Да, здесь такой гаслайтинг проклядывается. Чтобы вы не знали, что вы умная. Ну, он думает. Окей, она знает, что она красивая. Здесь я не могу манипулировать. Но то, что вы... Вот она не знает, что она умная. Значит, я могу её здесь управлять, манипулировать. Ангел говорит. Ну, я буду защищать вас. Ангел защищает вас. Говорит, что он не может больше на вас влиять никак. Потому что эти его домыслы, эти его влияния, они, знаете... Вам уже просто надоело всё. Иская карта осени. Видите, яблоки какие-то разбросаны. Яблоки – это сладость жизни, дерево жизни. Вы, красавица, под этими яблонями, под этой яблони, да? Что такое яблоки? Ну, это метафора плода, плод, плод его фантазии. Всё, что сейчас он вытворяет, это плод его фантазии, прямо скажем. Ну, видите, я всегда показываю крупным планом и по углам не прячусь. Заметьте, вы видите, меня часто в кадре. Это очень важно. Будьте внимательны. Тот, кто работает по партнёрке – это нечестный YouTube. И YouTube, если кто-то пользуется им нечестно, зачем вы смотрите эти прогнозы? Зачем вообще? Я не понимаю вас. У меня эфиры очень часто. А у них эфиров не бывает. Первый признак, что там партнёрка, что эфиров не бывает. Ну, это же просто херящие, извините меня, бизнес у них, да? Приходите ко мне. Я хоть и старая, может, и некрасивая, и страшная, и морщинистая, и волосы у меня, извините, не такие, как у вас, не такая шевелюра. Вот, ну, не в этом же суть. Да, главное, что я вам правду скажу. Понимаете? Почему? Потому что карты все крупным планом, они где-то там в тени, да, и сбоку. И не видно ни человека, ни карты. А что это такое? Просмотры огромные. В чём дело? Я же говорю, что, может, боты на это самое накопечили, кто их знает. Ну, в общем, здесь вот такое. Здесь видно самосглаз. Здесь самосглаз теми, кто по углам сидят, вурдалаки вам что-то говорят. А знаете, что теперь миротворцы, которые говорят миротворческие слова, на самом деле ими не являются. Будьте внимательны. Он тоже типа миротворец, да, такой. Вот это карта звезда. Вы звезда. Это старший аркан звезда. Он знает, что вы знаете, что вы красивая. Но сейчас он хочет вам внушить, что вы уже в возрасте. Видите, здесь старшая женщина, это вы, может быть, да, но метафора такая. Вот. И это уже ваши зрелые годы, созрели яблоки, да. Архангел Михаил говорит, ничего, у вас будет денежка, у вас будет дорога, у вас будет интересная жизнь в новом месте. У него что? У него ничего. У него только манипуляция Ивани. И карта звезда, он знает, что вы звезда во всех отношениях, поэтому он хочет вам внушить, как ребёнку, да, управлять вами здесь, что вы не звезда. Ну, всё. Видите? Он опирается на какие-то детские чувства. У нас у всех есть внутренний ребёнок, и он вот манипулирует вами, именно вами. Там, где у вас какой-то есть раненый внутренний ребёнок, у нас у всех он есть, да. И вот у вас бдительность такая, здесь как спите, да. Спите, потому что вы до сих пор доверяете ему, до сих пор любите его. Ну, вы его глазами. Ну, вы понимаете? Он знает, что вы умные и красивые. А значит, что? Значит, надо вас запугать, чтобы вы в это не поверили, чтобы вы верили, что он умный и красивый. А так девочки часто и верят. Вот, может быть, вы относитесь к этой жертве, да, обстоятельств, так сказать. Вот это вы. Вот эта лестница, это всегда свершение, это всегда исполнение желания, достижения. А вода идёт вниз. То есть вы контролируете свои эмоции, вы не поддаётесь на его обман или на обман вурдалаков. Сами знаете, кто они в вашей жизни. Понимаете? Вы на этот обман не ведётесь больше. Потому что вы на пути, вот у вас тут рюкзак, у вас дорога, смотри, какая дорога, прелесть какая, да. И вся эта дорога, она не будет страшной, она не будет опасной, потому что там есть ангел, который вас оберегает, да, поддерживает во всех ваших начинаниях. Вот так, да. Ну, такие дела. Так что очень интересно, очень интересно. Вот вы его глазами, но вы его глазами как вообще на пьедестале. А он говорит, нет, не будешь на пьедестале. Потому что если ты возобнишь, так ты поймёшь, что я тебе недостоин. Понимаете, в чём дело, да? Вот это ваш куратор рода, это ваш родовой отец, который говорит, помирись с собой. Вот этот, здесь голубь, да. Он вам даёт послание через эту карту, говорит, помирись с собой. Понимаешь? Войди в это состояние, когда ты себе доверяешь, а не ему. Когда ты знаешь, что ты умная, красивая, успешная, всё. А раз он хочет вам внушить, что без него вы ноль без палочки, да? Ну, так кому это нужно? Ну, сейчас где-то с друзьями, или он на работе, или он где-то, видите, какой-то заговор здесь в каких-то сложных моментах. И вот это вы, как ангел, можете видеть всё. Здесь радуга, да. Может быть, он где-то с кем-то хочет прокрутить какой-то заработок. Что-то он там прокручивает, я вся в мозгу, да, где, с кем он сейчас. Разлучница не вышла. Да, разлучница не вышла. Вот, вышел ангел вместо разлучницы. Так что ангел вас оберегает. Если даже была разлучница, то здесь она не показана. Но показана его манипуляция вами. Вот так здесь в двух словах на такую интересную тему, правда? Пусть вам всём везёт. Не переключайтесь, смотрите дальше, чтобы получать ещё больше пользы от моих видео. Всем привет! Сегодня посмотрим на Крестового Короля на игральных картах. Загадайте своего Крестового Короля. И если вы червоная дама, то есть вопрошающий, можно узнать, что у него происходит, какие у него планы на вас. Вместе вы или нет, неважно. Важно то, что здесь вы раздумываете о своей дальнейшей жизни. И карты вам говорят, что может случиться, что может быть. Старинная выкладка на игральных картах. По классике мы делаем только старинные выкладки. А также, если есть желание, можно загадать других людей в вашей жизни. Это бубновые, это пиковые. Бубновая часто соперница, если она у вас есть. Или, может быть, родственники, знакомые, друзья, близкие, далёкие, родня, друзья или враги. Неважно. Важно, что вы рассматриваете этих людей, что происходит у них в голове относительно вас. Вы даёте им имена, как я говорю, явки и пароли. И они оживают. И вы узнаёте что-то о них, чего раньше не знали. Вот вам и пиковый король. Это новый знакомый, который сам вылетел из колоды. Хочет познакомиться с вами. Новый человек, почтенный, деловой, культурный, образованный, домовладелец. Это всё пиковый король для дальнейших отношений. Итак, это гадание онлайн. Актуально, когда нашли. Подснимаю от себя и начинаем расклад на крестового короля. Такие расклады раскладывали вначале при дворе французских королей. Ну, а потом уже и мы с вами убираем и карты, которые одинаковые масти или достоинства. А что было между ними, остаётся. Поэтому я сейчас вижу, что какие-то пустые хлопоты идут пиковой дамы вокруг вас. Но это хлопоты у неё пустые. И так, вот червонные убираем, а это оставляется. Вообще-то есть, самое меньшее, это 4 главных способа, как разложить такой расклад Медичи. Вот. Самые меньше 4 способа. Я использую вообще 6 способов Медичи. Уже давно делала расклады Медичи, 16-го года, которые очень чётко всегда показывают. Две шестёрки. Эти нельзя забрать, потому что одну или две между ними не может быть больше двух. Мы ищем с вами Крестового короля. Все карты до него. О, вот он и вышел. Лёгок на помине, буквально вышел на разговор. Но мы не можем здесь убрать королей, потому что Крестовый король не убирается. Всё, что было до него, это его прошлое. То, что будет дальше, его будущее. У него была какая-то ведьма, разлучница, его мать была против, ещё что-то. И неприятности бывают. Пиквайдам — это просто неприятности. Большие неприятности. Какие-то пустые хлопоты какой-то ведьмы были в казённом доме. Либо же это за жизнь. Это у него... У некоторых проиграется, что плохое здоровье. Потому что жезло иногда здоровье. Или же Крестовая масть. А также бытовые ситуации всякие. И там у него, конечно, проблемы. Связано всё с деньгами. Завидуют родственники на деньги. Очень много злости, ненависти, зависти за деньги. Даже некоторые родственники ходили к колдуну. Ну вот это так. Ходили к колдуну, да. Но я хочу сказать, что в последнее время они ходят к колдуну, но денежки остаются при вашем короле. То есть они ходили к колдуну, на деньги поставили свои деньги, расстраивали на это. Деньги колдун взял, а грязный ритуал не сделал. Современные колдуны тоже боятся дьявола. Так что вот здесь так. А также может быть, что по бубному королю у него сейчас идут большие деньги, повышения его повысят, сделают начальником. И Крестовый король вас любит. Вот, пожалуйста, это его прошлое. Теперь будем смотреть его будущее. Сразу выходит червоная карта. Итак, если у нас человек, о котором вы думаете всегда или не всегда, не важно, окружен червоными картами, это ваши карты. Карты червоной дамы. То есть того, кто пришел на расклад. Это говорит о том, что Крестовый король вас любит, обожает по девятке червоной. По тузу червонному он хочет вас видеть своей хозяйкой. Если вы сейчас в разлуке, он очень волнуется, очень переживает, и он не мыслит себе жизни без вас. Вот это очень хорошая выкладка. Так, дальше смотрим. Крестовая дама какая-то есть, родственница еще кто-то возле него недалеко со своим крестовым интересом к нему идет и денежным интересом, да. У него сейчас какой-то идет разговор или какие-то события происходят из-за, может быть, казенного дома, казенного интереса или же денежного. Да, это есть. Он по этому поводу ударяется и идет удар ему. Удар идет от Крестовой дамы и ее хлопот. Это может быть документы, которые он никак не может получить, или же денежные какие-то вещи. Так, это вот уходит. Так, что здесь вот так. Смотрим дальше, что у него в будущем. Здесь две карты уходят. Да, он остается при расстройстве нервной системы, можно сказать, это удар, это неприятности, это подстава, подлог, это может быть нечаянная неприятность, внезапная неприятность, которая идет от Крестовой. Все из-за денег. Видите, все равно бубновая карта, карты всегда, правда говоря, все связано с деньгами, хлопоты бумажного плана или же денежного. Вот эти две уходят. Когда я выложу, мы остаток с вами протрактуем. Вот этот король, о котором шла речь у нас раньше, да, этот король, видимо, в его жизни играет какую-то роль, или он вас ревнует, очень ревнует. Этот король уходит. Ревность страшная у него, просто он испепеляет его, и у вас даже мог быть скандал или на натянутое отношение из-за того, что он вам не доверяет, он вас ревнует. Даже может он ревнует к тому человеку, которого, ну нет, нет никаких преград, а он все равно ревнует. Две восьмерки. Это может быть. Бубновая дама и бубновый валет уходят. Так что у него в жизни есть какая-то бубновая дама, вы знаете, кто это. Ее хлопоты, ее интерес, вот с этим у него покончено. Если она там была вам знакома или разлучница, с этим у него покончено. Две шестерочки уходят. Вот видите, все-таки крестовый остается со своим интересом и со своими хлопотами. А вот и вы. А вот и вы. В принципе, вот эти карты две аннулируются. Говорит о том, что именно любой к вам аннулирует его какие-то приключения, можно сказать, с крестовой. Здесь крестовые карты, эти две уходят. И вот что у нас в остатке. Вот эти карты являются его будущим. Вот эти карты были его прошлыми, и я их протрактовала. Вот у нас со статок карты, которые ушли, и остались вот эти. Это его будущее. Итак, мы видим, что он человек бубновый, крестовый король, да? Где он крестовый король-то? Что-то у нас бубновый остался. Видите, как? Вот он, да. Дорогой. Можно было бы, если бы мы на него не смотрели, убрать этого бубнового. Но в данном случае бубнового убрать нельзя, потому что мы смотрим на вашего короля. И здесь, в принципе, больше ничего брать нельзя. Вот это все остается. Тогда я еще раз вам скажу, что вот это прошлое, которое на него сейчас влияет, это вот его крестовый интерес. Видите? Его интерес, его жизненная задача, и я вижу болезни. У него в прошлом были болезни, или расстройства, или же ссоры сильные были у вас по вине пиковой дамы. Она со своими, вот со своей пустой, пустые хлопоты ее, со своими хлопотами, со своей чернотой мешала вашим отношениям. Это может быть связано с родственниками из-за денег или наследства. Десятка бубновые — это не маленькие, это большие деньги. Так что здесь было связано с большими деньгами от бубного короля, кто мог бы вполне быть его отец, например, да, ну что у кого, или начальник. И он это все хотел сделать ради вас, потому что девятка червовая мне говорит о его любви к вам. Он это все хотел сделать ради вас. Но у него ничего не вышло, потому что пиковую мы не смогли убрать. Она его жизни остается. Ваш крестовый король сейчас со своими хлопотами и со своей встречей с вами идет в ваш дом. Это шикарно. Это шикарный ауткам, да, потому что это его будущее. И если в будущем, вообще мне бабушка говорила, вот такая композиция, потому что в игральных картах главная композиция, связь, связки в картах, да, если в будущем вот такая композиция, то есть он со своими хлопотами, с встречами идет в ваш дом, вот эта бытовая ситуация, дом, семья, это значит любовь. Значит, будет обязательно встреча, здесь будет любовь, здесь вообще нет никаких абсолютно сомнений, что этот человек вас очень заинтересован, у него происходит одно, любовь к вам. Ради этой любви он готов на все. Он даже готов продать душу дьяволу, но этого делать не будет, конечно, потому что они у него в прошлом остались, да. он готов на все ради вас, потому что заканчивает расклад туз червоный, да еще и в прямом движении. Так что будет встреча с ним, это при его картах, он хлопочет, чтобы встретиться, он делает все возможное, оформляет какие-то документы, бумаги, зарабатывает, он делает все возможное, либо он ждет наследство. Если он болел, так сейчас ему уже лучше, он выздоравливает, это видно по раскладу. Ну вот такой расклад на крестового короля, я надеюсь, вам он показал то, что будет, а вы еще не знали. Всегда смотрите мои расклады, когда хочется отдохнуть, с пользой провести досуг или что-то узнать, да. То и другое полезно, кстати, когда вы просто проводите досуг, так эстетично, как наши предки, в это время тоже вы что-то проясняете, это несомненно. Пусть во всем везет, пусть высшие силы вас щедро благословляют. Я не прощаюсь, продолжайте с моим видео смотреть, потому что в них много пользы именно для вас. Я знаю точно, что вы умный, благоразумный, потому что вы смотрите мои расклады, и очень многие люди стали успешны благодаря этому. Да и вообще для отдыха, для приятного времяпровождения это тоже важно. Приходите, пожалуйста, когда нужно поговорить с другом, когда нужно посмотреть, что будет, а вы еще не знаете. Я очень рада всегда вам помочь. Обнимашки из Канады, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok